книга легендарная конечно одна из лучших в этом смысле книг который объясняет как устроен человек 20 века и конформист и нонконформист и которая нашумела очень разумеется во всем мире и самое удивительное как и вообще можно было экранизировать вот может ли быть удачная экранизация джойса кафки а может ли быть удачная экранизация хантера томпсона автора совершенно выдающегося стиля если вы почитаете даже не самые главные его книги а даже может быть какую-нибудь литературную мелочь например он забавлялся когда просто писал письма отказа в редакцию присылают графоманы произведениях антр томпсон составляет лист отказа ну как это сделано это совершенно выдающееся юмористическое произведение или хантер томпсон много литературной паденщины журналистской паденщины лучше сказать выполнял вот помню например образец стиля это репортаж про выселение китайца китайца какого-то старика вместе с его семьей за долги где-то в нью-йорке выселяют ну казалось бы что об этом можно сделать знаете никакой романтики в деле судебного пристава наверное нет однако хантер томпсон из этого делает совершенно уникальный гениальный текст который читаешь и всякий раз хочется перечитывать бесконечно один тот же абзац настолько он безупречно великолепен поэтому если вам просто интересно как вообще существовало существует то что называется контр культуры что там в голове если в голове правда тараканы и под дурью и более того на самом деле ведь это тоже целое поколение лузеров поколение маргиналов которые сознательно приняли вот эти уроки томпсона о том что надо уметь проигрывать ситуации когда двигаются к успеху в основном только по головам когда для этого есть всякие пошаговые инструкции когда юзеры так называемые победители вызывают тошноту и омерзение вот то самое отвращение которое в лас-вегасе может быть особенно часто можно встретить как раз многим приходится уходить такие культурные катакомбы и поколение маргиналов поколение людей которые выбрали для себя нишу вот этих самых лишних именно людей вот его был этого поколения знаменосцем хантер томпсон разумеется невозможно не говорить о самой личности хантера когда смотришь фильм тэри гильяма правда режиссёре тоже нужно сказать потому что и здесь есть странные интересные сближения например тэри гильям один из той самой знаменитой шестерки монти пайтонов и вы кстати говоря наверняка знаете его по великим работам в кино таким как бразилия скажем или 12 обезьян очень сильный фильм король рыбак другие недавно вышла его последняя картина которая долгострой представляла кинематографические тоже 20 лет он не мог ее закончить человек который убил дон кихота совсем недавно прошла в кинотеатрах и вот тэри гильям уехал из соединенных штатов он американец как раз примерно в тот самый момент когда вот начинается действие страха и ненависти 70 и 71 год и поэтому для него это тоже были какие-то счеты почему он уехал из америки но в многом потому что как объясняет хантер волна пошла на спад все очень стало быстро упаковываться ну президентом стал никсон помните портрет кабинете а косты это с усиками гитлеровскими по плакат никсона и потом уже появится в телевизоре потом на чем он дальше будет нападать ну и вот никсон потом рейган и закручивание гая как это называется и полная стерилизация всей жизни всей культурной жизни к 70 году когда начинается действие страха и ненависти были уже почти все иконы контр культуры мертвы джоплин моррисон хендрикс мартин лютер кинг которого здесь видели изображение а за право чернокожих помните реальный прототип героя доктора гонза или а коста боролся и оба брата кеннеди были уже мертвы ну в общем длинный был список потерь таких отстреленных мишеней тоже если вы помните с чего начинается фильм чем он заканчивается ну вот например в моменте когда они оказываются на съезде окружных прокуроров и видят эти красноморные широкие лица американских обывателей которые наделены властью это довольно жуткая картина они вспоминают о фильме знаменитом дениса хоппер обеспеченный сдок вот те самые красномордые обыватели расстреливали как раз героев этого фильма и один говорит другому что я вообще не видел что они правда существует и вот еще в таком количестве поэтому это конечно реванш именно этих обывателей которым контр культура чертовы хиппи волосатые патлатики но все они конечно для них были не только другой антропологической ветви а вот просто тем что нужно было смести уничтожить как какой-то мусор так что я вот начинаю сразу говорить так пафосно об этом контексте поколения контр культура и естественно что сама ситуация конца 60-х начало 70-х она представляет собой интертекст который в этом фильме обязательно нужно прочитывать тут все необычайно важно любая фигура которая здесь появляется вот то что то что звучит например в телике повестка дня а там опять же бомбардировки вьетнама там уличные волнения там разгон манифестантов и поэтому это конечно необычайно важно чтобы понять почему эти люди так вот как кажется просто убивали самих себя ну правда знаете всем бы так убивать самих себя как они убивали сами себя вот некоторые недавно я читал текст в фейсбуке свой приятель на 75-летний по моему юбилея ричардса гитариста роллингов кита ричардса меня приятель написал текст вот он уж курил пил ширялся и черт знает что и и все до сих пор поражаются во первых как он еще жив и второе как он жив и здоров и поэтому но и хантер томпсон тоже с честно говоря прожил такую же прекрасную жизнь в 68 лет на 68 году жизни тоже знаковая получается цифра поколение 68 и на 68 году жизни хантер томпсон выбил себе мозги из охотничьего ружья и по окончил счеты с жизнью может быть он посчитал что дальше будет уже не так интересно это был 2005 год в шестом году уйдут бергмана антони воне дальше тоже как кажется какой-то конец истории но вот одна из дат этого конца истории 2005 когда уходит жизнь добровольно хантер томпсон и поэтому вот это поколение которое прожило славную интересную яркую жизнь которое сознательно ушло в культурную оппозицию и выразителем которого был хантер великая акула хант а теперь несколько отрывочков для того чтобы от этого контекста отправляясь на все-таки какой-то конкретики перейти дня несколько маленьких заметочек о том что об этом фильме говорят именно хантер томпсон автор книги и поучаствовавшие все-таки в работе над фильмом хотя он долгое время не хотел смотреть конечный результат боялся что получится опять лабуда эти реплики в документальном фильме они относятся к первому варианту сценарии к первому режиссеру алексу коксу который хотел заменить не экранизируемые фрагменты книги тупыми мультяшками как это мягко определил хантер томпсон потом власть сменилась и нашли другого режиссера куда более конечно аутентичного адекватного терри гильяма у него очень широкий опыт визуализации невизуализируемого но практически в каждой его картине и поэтому как можно было дать жизнь вот такому удивительному тексту оказалось что да это тоже было возможно ну вот хантер томпсон что говорит у меня была идея купить толстую записную книжку и регистрировать все что с нами происходит а затем послать ее в издательство для публикации без редактуры но это очень тяжело сделать и в итоге я обнаружил что мне навязывают необходимую литературную композицию балансирующую на грани между правильной и сумасшедшей журналистикой как настоящая гонза журналистика это уже совсем не работало а даже если проходила я не мог это принять только чертов лунатик мог написать такую вещь и потом кричать на всех углах что это правда ну сама книга это опять же наверное знают люди следующие написано в жанре гонза романа гонза журналистики что это такое это вот сумасшедшее чудное абсурдное невозможное описание с его субъективной ярко выраженной позиции какого-то события а само событие при этом уходит на дальний план совершенно неважно кто там победил этом в этой гонке совершенно неважно например когда хантер описывает какие-то политические дебаты или спортивные состязания что там на самом деле происходило интересная его яркая точка зрения и как читается эта книга это гонза журналистика гонза литература вот передаю слово джонни деппу еще раз обращу внимание что некоторые любители других работ этого актера джонни деппа в упор не узнают в этой картине даже посмотрев весь фильм я от несколько раз встречался с таким мнением а где здесь джонни депп ну это еще конечно показатель того что это огромная и очень серьезная актерская работа они прекрасно сдружились с писателем долго жили на вилле вуде крики и вот вы если обратили внимание на самого настоящего хантера томпсона вы теперь можете оценить насколько он точно скопировал манеру держаться походку мимику речи все прочее все примочки хантера такие казалось бы неуловимые эта книга пишет джонни депп вышла когда американская мечта и спустила последний вздох но хантер еще безнадежно пытался ее найти искал со стервенением надеясь что мечта все-таки существует что он ее нашел так это безумие лезучие из-за всех щелей двигающиеся во всех направлениях и охватившая всеобщества трагедию паранойю алчности ненависть лучший способ познакомиться с хантером прочитать его роман он абсолютно искренне в то же время страх и отвращение в лас-вегасе своего рода экзорцизм он об одержимости сумасшествием о попытке найти хоть что-то во что можно верить некоторые люди будут видеть в дьюке и докторе гонза только парочку придурков и хулиганов с телами и мозгами до отказа начиненными гнусной химией но для них это не развлечение а жестокая необходимость ну и последнее мнение третьей фигуры которая имеет прямое отношение к фильму конечно режиссера терри гильяма страха отвращения в лас-вегасе несколько лет следовал за мной по пятам десять лет назад появился сценарий я тогда подумал а было бы интересно начать 90 из этого фильма ну а дальше идет предыстория вот того как фильм перекладывался из одного ящика в другой как пришел в итоге на проект эри гильям и теперь вот собственно рецензия гильяма на то как понимать этот текст и этот фильм мир политической корректности еще не существовал когда hunter написал страх и отвращение и надеюсь что он больше не будет существовать после выхода этого фильма с 80-х я остро ощущаю что мы прошли через время постоянного ущемления самовыражения когда все несло на себе печать подавленности все боялись сказать что они чувствуют боялись жить экстраординарной разнузданной дикой жизнью и пришло время сорвать эти оковы роман хантера похож на репортаж военного корреспондента с передовой но это была не просто бомбардировка а сама бомбардировка он как будто забрасывал в себя наркотик как снаряды а полем битвы был его мозг но вместо того чтобы поехать туда где взрывается настоящие снаряды и гибнут реальные люди он поехал самое сердце америки в вегас и при этом книга написана так будто он действительности побывал самой гуще сражения роман уже выразил себя теперь наша очередь но так гильм описывает то что подвигло его на работу над этим фильмом правда это такой репортаж с точки зрения очевидца событий военных даже событий вот этой самой битвы двух америк америке где беспечном ездоке они сталкиваются или в этом фильме лоб в лоб кстати говоря если опять же среди нас присутствует незримо моралисты и любители судить увиденное статьями уголовного кодекса и обращу внимание на то что вот это ну то что называется наркомании нарко или фармакокультура какая-то основа контр культуры быть может когда бытует представление что настоящий рок-музыкант и без этого так вообще не зажгут но вот все это конечно на одной чаше весов она другой чаши весов то что например футурологическом конгрессе станислава лема называется фармакократией то есть а мы и так без всякой наркокультуры существуем на добавках химических и разного прочего другого свойства там у романа в романе станислава лема там просто в будущем вся реально симулирована и щепотка ферментов доставленная в мозг правда способна человеку внушить что угодно все сидят на масконах на препаратах не видя реальных проблем но вы знаете что сегодня например так вот антидепрессантами лечат депрессии тоже всего-навсего щепотка химии и ты не видишь проблем которые есть в реальной жизни сегодня мы вообще соорудили какой-то колпак которым закрыли для себя например личное уютное пространство не замечая того что происходит снаружи и поэтому такая блокировка реальности она не обязательно должна быть по методу тимоти алире ну кстати говоря то что гаврила финале переводит этого как вы угадали совершенно перевранный текст хантера томпсона относительно диагноза самой американской мечте вот в том документальном фильме который показал там точная дословная цитата о том что этот свет в конце тоннеля был конечно иллюзией они о том что это вот какая-то на самом деле единственная дверь единственный выход из ситуации и поэтому допускает иллюзия но и вот то другое это тоже иллюзия иллюзорен возможно путь который наметил тимоти алире но иллюзорен например лас-вегас внутри которого происходит действие это вот такой как например американский диснейленд симулякор воочию симулякор материализованный где все абсолютно от начала до конца вот вспомните хотя бы эти цирковые шоу базука и помните что говорит рауль дюк голос рассказчика если бы нацисты победили во второй мировой мы бы смотрели такой цирк каждый день и поэтому если мы включаем тиви а там телемагазин переключаем а там какой-нибудь шоу астрологов битва астрологов экстрасенсов в другом просто нам впаривают несуществующие события по методу плутавства и шоу трумана ну да это тоже какой-то победивший техно нацизм и что может вызвать такая ситуация полной блокады реальности блокады того что на самом деле человеку нужно нечто описанное в разных антиутопиях двоемыслие двоечувствования когда ты видишь фильм она не так остро ощущается это двоемыслие а вот когда ты читаешь книгу всем советую прочесть и для меня это самое главное в книге ощущения я им делился уже неоднократно что само событие и всегда она в рамочке комментария и переосмысление с дистанции и поэтому создается эффект двойного кодирования вот они несутся по пустыне все здорово конечно они возбуждены мискалиным эфиром но пролетает мем плаката за только пакетик мэри хуан и 20 лет в этом штате 20 лет за пакетик который может подбросить любой полицейских кстати говоря который не захочет собой целоваться захочет тебя посадить и поэтому да вот это такая шиза настоящая на самом деле когда за легальные наркотики например как алкоголь на который у государства монополия все прекрасно и замечательно это стимулируется другие легальные наркотики есть а вот за вот вот такую ерунду в общем то которые балуются там на травке где-то несколько хиппи за это тяжкое преступление и 20 лет тюрьмы и поэтому во первых вот такой есть двое чувствования когда несмотря на то что они полностью как кажется теряют над собой контроль где-то в глубине такой знаете черный ящик датчик продолжает регистрировать всю опасность ситуации и помните как например в эпизоде со съездом окружных прокуроров сканируется чемодан и в этом чемодане столько статей столько преступлений что хватит на несколько пожизненных сроков поэтому вот это одна ситуация раздвоенности амбивалентности состояния героя а другая раздвоенность она более еще интересна это вот как раз ситуация когда исходя уже из другого года другой эпохи и контекста уже более зрелый хантер томпсон как представитель опять же самого важного что пережило его поколение опыта он оценивает эти иллюзии и надежды почему поколение которому казалось что вот у него весь мир уже на ладони вот они победили уже на рок-фестивале на вудстоке как кажется это вся америка такая она вся охвачена волной молодая америка почему они оказались уже через пару лет с президентом никсоном и все другие альтернативщики либо мертвы либо в тюрьмах вот как это случилось удивительно и непонятно был ли какой-то системный баг внутри контр культуры была ли это просто какая-то мощная ответная как именно политическая реакция замораживания этих ростков нового будущего вот обо всем этом размышляет хантер это самое интересное в его книгах я собрал всю коллекцию книг хантера томпсона изданные на русском языке а их в общем-то немало есть еще несколько фильмов которые вам помогут понять его мир его чувства его оценку событий но посмотреть хотя бы ромовый дневник с тем же джонни деппом еще одна прекрасная картина которая очень хорошо передает особенности текста и мироощущения хантера томпсона но в любом случае это конечно одна из книг один из источников который объясняет нам как на все устроено как мы докатились до жизни такой и создает очень интересный расширенный интер активный какой-то текст но даже вот если вспомнить начало фильма что играет по радио когда они едут или какие просто мимоходом списком упоминаются имена или сущности вот симпатия к дьяволу играет помните то самая симпатия роллингов гитарист кит ричардс это тот самый фильм жанна люка гадара который выйдет 68 году то есть раньше вышел чем конечно была написана книга или они проезжают по пустыне помните упоминается чарльз мэнсон военнопленной системы его семья но она довольно была широкая кстати говоря и точно сами мэнсоном не контролируемая несколько идиотов из этой семьи убили шерон тейт жену романа поланский о чем вспоминали год или два назад когда смотрели ребенка розмари и возможно это еще одна из дата заката контркультуры заката бунта это что из чарльза мэнсона сделали образцово показательного преступника правда в отсутствии каких-то явных доказательств это что поэтому музыкант оказался в тюрьме и стал вот тоже такой иконой но конечно знаете с таким странным акцентом странным ощущением тоже это наверное показательный гвоздь в крышку гроба всякого альтернативного протеста и тоже одна из дат рубежа 69 70 и между этими двумя годами все произошло 71 72 73 уже вообще совершенно другая политическая реальность когда об этом можно было лишь только ностальгировать естественно что не подведем мы эти итоги и посмотрев фильм и прочитав книгу может быть один из уроков все-таки романа в том что вот есть такая спрессованная энергия этого бунта которая через любой бетон все равно пробьется это главный позитивный вывод из этого текста может быть то что происходит сейчас во франции имея ввиду желтые жилеты там вторую третье уже волну личных протестов может быть это тоже показатель того что история как-то диалектически возвращается вспять или на новом уровне повторяется поэтому не так страшно на самом деле вот вся эта полицейская система репрессий когда есть такие люди как hunter которые своей жизни своей смерти показали что другое отношение к жизни вообще возможно ну а не хватило времени конечно поговорить о фильме как фильме и об отношении фильма и книги потому что проблема экранизации фантазии того насколько вообще возможно не средствами анимации не средствами спецэффектов показать это вот содержание внутри головы не только наркотического транса это один из ярких примеров на тему что да такой опыт оказывается быть может и поэтому невероятная режиссерская работа тэри гилима у меня это один из самых любимых тоже его фильмов здесь он достигает максимума выразительности средствами киноязыка где-то даже превосходя в некоторых элементах книгу потому что здесь есть эпизоды которые в книге отсутствует есть тоже вот какая-то контекстуальность другого рода но именно для самой визуальной для кинематографической культуры интересное об этом времени нет будем дальше смотреть такие фильмы и читать такие книги это все очень полезно для того чтобы не превратиться в такого тупомордого обывателя на съезде окруженных прокуроров это самое страшное что могло бы быть с каждым человеком